Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Мир вам! У нас прошло столько времени, сделаю немножко обзор, где мы вообще находимся, и в частности немножко вот 12 главы до 7 стиха, и мы тогда пойдем дальше. Как мы уже говорили не один раз, что сама вот книга Откровения о том, что нам Писание открывает, первая глава, где сам Христос предстает перед Иоанном, потом вторая, третья, о том, что есть, как мы говорим, да, и показаны нам эти послания к церквам, о которых мы рассуждали довольно-таки очень обширно, и потом мы с вами видим с 4 главы, и нам показан этот вот престол, 24 старца, и мы видим, что вот этот свиток, да, который есть, и мы видим, что плакал Иоанн, потому что никто не может открыть его, он запечатан семью печатями, и потом мы видим, что вот Агнец закланный, да, и мы видим, что начинается с 5 главы, это сама история, и потом вот 6 глава в частности, да, нам открываются эти печати, мы об этом рассуждали, вначале мы видим 4 коня, и потом дальше 5, 6 печать, и 7 печать, и мы видим, когда была 7 печать, в 7 главы сделалась тишина, и мы видим, что 7 печать, она включает в себя 7 труб, о которых мы с вами рассуждали, и потом мы с вами подошли, вот заканчивая 9 главу, здесь 6 труба трубит, и мы говорили о том, что даже перед этим еще, когда после 4 трубы мы видели голос одного ангела, который говорит, 3 горе, 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 и мы говорим, что теперь касается не просто растительности, или животного мира, или звезд, или еще что-то, а переходит уже непосредственно то наказание, которое касается людей, да, и мы видели 5 ангел, 6 ангел, и здесь мы видели потом в 10 главе вот этого ангела, раскрытой книгой, он съел ее, который мы сейчас не будем, конечно, ворачиваться к всему этому, и потом мы здесь видим своего рода, как, знаете, дополнение к вот этой общей картины, как бы нам показано своего рода, как бы, знаете, еще, если так можно выразиться, как бы добавочная какая-то информация, и мы рассматривали оно все в этот же самый период, да, потому что вот 11 глава, здесь мы говорили о храме, и как он будет выглядеть, и в Иерусалиме будет находиться, и вот что ему надо было отмерить, и так дальше, и потом 15 стих, начинается этой 11 главы, 7 ангел вострубил, да, и мы говорили, что это опять-таки определенный отрезок времени, в который входит, как мы потом уже подойдем к 16 главы, и эти 7 чаш гнева, то есть это уже довольно-таки последний отрывок времени, но здесь опять-таки нам предоставляется картина 12 глава, и мы начали ее рассматривать, здесь ему показывается дополнительная какая-то информация, он говорит, и видел на небе великое знамение, и мы об этом рассуждали на прошлом разборе, да, и что он видит? Первый он видит жена, облеченная в солнце, под ногами луна, и на голове ее венец из 12 звезд, и мы об этом рассуждали, смотрели то, что мы видим из Писания, в Бытие 37 главу, где сны Иосифа, потом мы смотрели Исаия 54 главу, где тоже об Израиле говорится, Иеремии 31 главу, Осию 2 главу, из этих мест, которые мы с вами видели, мы с вами более, так сказать, опять-таки, мы проходим откровение, я хотел сразу сделать оговорку, да, что мы ни в коем случае не настаиваем на то, чтобы вот все обязательно пришли к какому-то одному мнению, к какому-то, знаете, вот, у каждого может оставаться где-то при себе какие-то свои взгляды или еще что-то, и мы никак это не осуждаем, да, потому что действительно много разных толкований, но более так вот, как мы здесь сколько разбирали, да, то пришли к тому, у нас даже два разбора было уже вот по этим первым стихам, то пришли, что более так схожи, да, что вот на основании других мест Писаний, жена это Израиль. Потом дальше здесь говорится о том, что она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения. Потом пятый стих, да, родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу. И мы тоже говорили о том, что это второй псалом, мы рассматривали, что говорится непосредственно об этом, говорили также и откровение последующей главы, в двадцатой главе, когда уже мы видим, что он пасет жезлом железным народы, и так, я извиняюсь, откровение девятнадцатая глава, пятнадцатый стих, вот, и мы говорили, что это Иисус Христос, она имела в очреве и так дальше, и потом мы видим другое знамение, это большой красный дракон, который стоял, чтобы вот именно поглотить этого младенца, которого она должна была родить. И опять мы говорили о том, что это непосредственно говорится о действии сатаны в образе дракона, и мы уже рассматривали это уже дважды даже, образ дракона, и сейчас в тринадцатой главе, когда мы подойдем, да, даже здесь, в двенадцатой, мы еще будем его видеть, да, вот, то это говорится о самом дьяволе, о сатане. Мы знаем, что предпринимал сатана действительно, чтобы истребить Иисуса Христа, и мы говорили о том, что, опять-таки, есть разные мнения, да, и высказывались мнения о том, что младенец, может быть, это не есть Иисус Христос, и так дальше, и опять-таки, я хотел подчеркнуть, что мы не будем ни в ком случае отстаивать, сталкиваться, или еще что-то, да, но большинством, как мы рассматривали, то мы видим, в этом речь идет именно об Израиле и о рождении Иисуса Христа. И потом мы с вами видим здесь шестая глава о том, что жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней. Опять, мы не будем ворачиваться к тому, чтобы разбирать это место, но я просто напомню о том, что мы рассматривали о том, что здесь говорится уже непосредственно о великой скорби. И мы рассуждали, почему такой разрыв. Если мы с вами видели, получается, первых пять стихов заканчивается вознесением Иисуса Христа, помните, да, вот здесь слова, «И восхищено было дитя к Богу и престолу». И потом мы видим, что речь идет о жене, которая убежала в пустыню. И как-то оно немножко выглядит так, что куда же деть вот этот промежуток две тысячи лет, да? Почему-то он совершенно здесь как будто бы не открыт. То есть вот доходим до вознесения Христа, и потом вдруг мы видим здесь уже великую скорбь, и даже вторую часть, вот двести шестьдесят дней, и так далее, да? И мы тоже об этом брали и рассуждали, что эта двенадцатая глава, особенно вот эта часть, она непосредственно показывает вот эту дополнительную историю, прямо касающуюся израильского народа. И мы смотрели с вами Даниила. Если вы помните книга пророка Даниила, то в девятой главе он здесь показывает вот именно историю израильского народа от момента, когда вот видел Даниил, да? И посмотрите, я прочитаю просто часть, да, здесь, когда предстал Даниилу Гавриил, тогда, когда он молился, взывал Богу, да, и мы читаем. «В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты мой желаний. Итак, вникни в слово и разумей в видение». И он говорит, «семьдесят седьмин определено для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заклажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная. И запечатаны были видения, и пророк, и помазан был святой святых». И потом он говорит, с времени, как выйдет повеление о восторгомлении Иерусалима, до Христа Владыки, шестьдесят девять седьмин. И потом он прямо так и заявляет, что говорит, и не будет, да, то есть как будто перестанет, как будто нету больше, да, как будто для израильского народа как бы не существует какого-то определенного плана, да. Но потом он говорит, продолжает дальше, да, 27 стих, да, и утвердит завет для многих, опять касается израильского народа, одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзкое запустение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. То есть вот показан план непосредственно Божий для израильского народа, связанный именно с царствованием Господа, развитие всех этих событий и так далее. И здесь мы в 12 главе Откровения находим именно это же, да. То есть вот эти две тысячи лет с лишним, да, они практически кажутся как бы упущены, да. Мы видим, что Христос взят, а потом мы уже вдруг читаем, что жена бежит в пустыню. Мы об этом много говорили, что это обозначает и как это будет происходить. И тоже рассматривали это в контексте 11 главы, того, что храм будет построен и потом будет Папираем. Город святой 42 месяца. Опять мы об этом говорили, да, опять те же самые 3,5 года. То есть мы обо всем этом говорили. И потом мы с вами коснулись 7 стиха. И произошла на небе война. «Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них». Опять-таки мы рассуждали об этом и тоже знаем, и я говорил об этом. Есть тоже разные мнения, да, вот особенно Михаилу, да. И в частности само имя его обозначает как Бог, да. И мы довольно-таки находим его не один раз в Писании. Помним в послании Иуды в 9 главе нам говорится о том, что Михаил спорил с дьяволом о теле Моисееве, да, не произнес укоризненного слова. Мы также самое находим именно о Михаиле в Данииле, книге пророка Даниил. И здесь мы тоже читаем не один раз. И помните, в 10 главе мы находим довольно-таки интересное место, когда мы читаем в 13 стихе, да, «Князь царства Персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне». И потом, опять-таки в этой главе, в 21 стихе, он говорит, «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила». И здесь он назван «князем вашим», то есть князем израильского народа, да. Мы говорили тоже немножко именно об этом. И опять-таки, когда мы читаем в Даниила в 12 главе, посмотрите, написано, «Восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкого, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего. Все, которые найдены, будут записанными в книге. И многие спящих в пряке земли пробудятся, то есть уже говорится о последнем, самом событии времени, заканчивающемся вот именно то, о чем мы читаем откровение. И мы здесь видим, что он воевал. И помните, мы тоже в прошлый раз немножко говорили о том, что действительно, это сатана сам, это огромная сила. Помните, нам Писание говорит в Ефесянам, вот опять 6 глава, он говорит, «Наша братья не против плоти и крови, но против, и посмотрите, как он говорит, начальств, властей, мероправителей чего? Тьмы века сего». То есть это действительно есть иерархия, есть порядок, есть огромная сила, да? И мы видим, что на небе произошла вот эта война. Говорили мы с вами в прошлый раз тоже о том, что когда именно это произошло, потому что часто цитируется это место и в проповедях, и так дальше, что вот произошла война, и не нашлось места, и так дальше. И мы сравнивали 4 стих, когда говорится о великом большой красный дракон, да, и написано, «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю». И мы говорили, когда это произошло, когда третья часть звезд была увлечена дьяволом. И если помните, мы опять-таки, рассуждая об этом, рассматривали Луки 10 главу, когда Господь, ученики вернулись, Его радовались о том, что вот и бесы помянуются, да? Он им говорит, что, говорит, «Я видел сатану падшего с неба, да?» Как молния, да? И мы сопоставляли все эти места, и очевидно, что это два разных события. Почему это два разных события? Одно событие, то, о котором Христос говорил, и о том, когда говорится в начале этой главы, который дракон стал, который увлек третью часть ангелов с неба. Но то, что здесь произошло, это произошло уже, мы будем читать немножко дальше, что это горе, живущим на земле, потому что пришел сатана великой ярости. Это уже событие последнего времени. И в чем разница? Хотя нам Писание говорит, помните, Христос, Евангелие от Иоанна, находясь с учениками на последней вечере, он называет сатану, говорит, вот идет князь, и он называет его князем каким? Мира сего. То есть, Христос так ему и отдает ему это положение, да, он говорит, князь этого мира. Однако, несмотря на это, мы с вами находим неоднократно, что он имеет непосредственный доступ к Господу. Как? Мы не беремся это объяснять, но мы с вами видим, рассуждали об этом, приводились в прошлый раз места Священного Писания, тогда, когда мы видим о том, что говорится об этом в книге Иова, в первой и второй главе, когда мы видим, вот пришли сыны Божии, пришел и сатана, и имеет разговор с Богом. Мы с вами приводили книгу Захарию, третью главу, да, тогда, когда Зарававель, Иисус стоит, да, и вот противодействует дьявол, и говорит тоже. То есть, мы находим такие места в Священном Писании, но здесь мы с вами видим, вот мы подошли к восьмому стиху, написано, что произошла вот эта война, они не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Другими словами, друзья, мы с вами видим из вот этих мест, что происходит, если так можно сказать, поэтапное какое-то поражение дьявола, о котором нам показывает Писание, да, нам Писание показывает, что Господь своей смертью и воскресением одержал победу. И он прямо, помните, апостол Павел 15 главе Коринфянам, он говорит, ад, где победа твоя, да, то есть, одержана такая, ну, будем говорить, основная, да, фундаментальная победа. Но мы с вами находим, что даже тогда, когда Господь говорит, я видел сатану падшего с неба, да, был этот момент, он был низвергнут, это, знаете, осеняющий херувим, как его Писание говорит, огромная сила, да, он находился перед престолом Божиим. И потом, потому что произошла эта гордость, тщеславие, желание стать как Бог, и так дальше, да, мы видим, он был низвержен, началось это зло, и так далее. Вот, и мы тоже рассуждали о том, почему именно он на земле, что ему тут надо. Помните, да, мы говорили, ему ничего не надо. Он к Христу говорит, хочешь, говорит, я вот все тебе отдам. Видишь, говорит, показал все царства мира, всю славу, говорит, я все отдам, да. Что ему надо? Ему души надо. Идет борьба за души. Это единственное, почему он здесь. Потому что мы тоже рассуждали о том, что сатана не имеет такой возможности, как люди размножаться, да, нам Писание говорит, сподобившись достигнуть воскресения из мертвых, не женится, не замуж не выходит. Да, ну, как ангелы, прямо так и написано, да. Вот. И только Господь творит духов. Нам Писание об этом тоже прямо говорит. Поэтому мы видим, что он явно понимает, что будущее человека, это так и написано, равный ангел. Поэтому он здесь. Поэтому он пытается как можно больше, так будем говорить, захватить, да, вот, ну, если так можно выразиться, в свое владение, да, душ человеческих. Это все. По сути дела, вся, вся деятельность его направлена на это. Чтобы, потому он здесь. Ему не надо кушать, ему не надо жить, ему не надо одеваться. Это дух, да, но находится здесь. Но вот приходит время, когда написано, что как бы следующий этап, да, мы вот читаем, он произойдет именно вот в это время, когда он вообще, нам так написано, не нашлось уже для них места на небе. Ну, давайте, это уже вот восьмой стих, это то, что мы сегодня подошли, должны уже рассуждать об этом. Пожалуйста, друзья, какие у нас мысли? Что это значит, когда говорится, что они не устояли, да, ну, это мы уже рассматривали, но вот для них места на небе теперь уже не будет с того момента. Что это значит? Что нету для них уже, вот, для этих ангелов, для дьявола, да, не нашлось места на небе. Что это такое? Как мы это понимаем? Давайте так, начнем, может быть, немножко с другого. Сейчас для них какое-то место на небе есть? Господствует в воздухе, написано. Еще что мы знаем об этом? Но мы уже говорили, да, что мы видим в Писании, имея доступ к престолу, да, приходит момент, когда для них на небе уже вообще нету места. Что это обозначает? Да, брат Сергей. Если немножко дальше забежать, уже в 10 стих, то там написано, что он низвержен клеветник братьев наших, клевещих на них пред Богом нашим днем и ночью. Это означает, что на небе уже не будет, как бы, прокурора, другими словами, человека, который, имеют дух, и который будет стоять постоянно и обвинять. И уже не будет обвинения там. Хорошо, друзья, еще какие у нас мысли? Да, пожалуйста, брат Виталий сзади. Ну, а с другой стороны, если он будет вытеснен оттуда, то здесь на земле концентрация духов вот этих, она будет очень большая. Для живущих на земле, для неверующих, это будет нечто ужасное. Ну, да, мы как раз немножко наперед забегаем, да, тоже вот я рад, брат Сергей как раз посмотрел вперед. Мы сегодня сделали немножко ошибку, мы всегда читаем главу от начала до конца, когда делаем разбор. Сегодня мы упустили это немножко, да, но 10 стих нам и показано, да, именно о том, что первое, что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них где? Пред Богом. Больше этого не будет. Все. То есть сейчас, даже в наше время, да, есть непосредственно именно такое положение, что он имеет доступ туда и он чем-то занимается там, да, мы немножко подойдем больше в время. Здесь показано, что этого больше не будет. Вот в этом плане для них места на небе нет. То, что брат Виталий говорит, мы читаем в 12 стихе, да, здесь написано, веселитесь небеса и обитающие в них, но с другой стороны, горе живущим на земле, потому что сошел дьявол в сильной ярости, да, то есть то, что здесь в этот момент будет проходить в это короткое время на земле, это Писание прямо так и называет горе. Это будет огромное горе невиданных масштабов и пропорций, которое будет для всего человечества и всех живущих на земле, да, то, что будет происходить, потому что будет непосредственно, ну, полное, в огромной, так будем говорить, вот власти своей, да, именно присутствие, работа дьявола. То есть вот это то, что нам говорится, не нашлось уже для них места, да. Тоже, друзья, да, очень важный момент, ну, ладно, давайте мы подойдем к нему в 10 стихе дальше. Какие у нас еще есть мысли по 8 стиху? Вопросы, рассуждения. Хорошо, пойдем тогда дальше. 9 стих. «Низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». То есть они не устояли на небе, мы уже об этом говорили, да, и низвержены, и куда низвержены? На землю. Тоже, друзья, очень удивительная мысль в том плане, что мы знаем, какова огромная вселенная, да. Если кто смотрел вот это видео, Лео Гугли, где он говорит, знаете, об этих галактиках всех, да, показывает, это же, ну, просто захватывающе, да, и, знаете, Писание говорит, что Господь измерил небеса пядью, да, вот смотришь все, вот, то есть это огромные-огромные масштабы какие-то, это столько всего, такая красота, да, миллиарды или сколько тех звезд, мы никто не знаем даже сколько их, да, все. Но мы видим, что сатана не находится там, да, и не идет туда, он идет сюда, и низвержен будет сюда. Это просто, друзья, еще и еще раз должно заставить нас, каждого задуматься, давая отчет о той страшной борьбе, которая идет за душу человека. Знаете, сатана предпринимает все, что только может, чтобы мы не задумывались именно об этом. Мы вот живем здесь жизнью, семья, работа, знаете, как-то суета вовлекает, затягивает людей, и все вот какое-то духовное, все уходит на какой-то задний план. Для нас, знаете, становится довольно-таки легко, без всяких проблем, дать предпочтение плоти, там, служение, еще что-то на второй план уходит, все это, да, все это, но сама-то суть, да, все это в этих маленьких деталях себе представляет эту ужасную борьбу, которая идет за душу человека, чтобы затмить истину, да, а в чем истина? Бесценность души человека. Христос говорит, что польза, если человек приобретет весь мир, да, говорит, какой выкуп даст за душу, да, это самое-самое основное. И когда пришел Христос, посмотрите, он же говорит, я, говорит, вам, говорит, я много, говорит, что им есть, но говорю только то, что сказал мне Отец, да, вот передать саму эту истину, да, спасение души. Именно это является самым-самым основным. И вот здесь вот мы видим как раз-таки, да, что вот он приходит именно сюда, низвержен сюда. Великий дракон. Хотел обратить внимание, друзья, опять-таки мы подходим к этому слову, да. Я бы хотел, чтобы мы здесь, знаете, тоже могли как-то немножко подумать и взять себе, потому что когда мы будем разбирать 13 главу, для нас это очень важно будет, да. Кто назван великим драконом? Кто такой великий дракон? Брат Виталий? Тут же вот в 9 стихе как бы все перечислено, что что можно. И низвержен был великий дракон, древний змей, потом запятая, называемый дьяволом, и потом и сатаною. То есть Аминь, друзья. Просто смотрим в текст. Великий дракон это и есть то, кого Писание и мы называем дьявол и сатаной. Для нас очень это важно, потому что, когда мы пойдем дальше в 13 главу, будем в 17 главу, в 14 тоже, да, где нам показаны один зверь, другой зверь, да, это уже люди, которые мы будем с вами видеть, да, которым сатана дает власть. Знаете, мы говорим о людях, которых Господь использует, которым дает власть, которых наделяет силой Духа Святого, да, что-то наподобие мы видим, это люди, наделенные сатанинской властью, да, мы будем это больше рассматривать, видеть это, да, все, вот, но мы должны с вами видеть вот эту разницу, где мы с вами будем находить дальше эти места и все, драконом назван сам дьявол, сам сатана, это дракон. Звери это не что другое, и мы это с вами еще будем рассматривать. Какие у нас мысли еще по этому, да, пожалуйста, брат Андрей. Хочу добавить насчет обольщения, написано, что он обольстит, да, Христос говорил в Матфея 24 глава, прочитаю, Иисус сказал, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, и ниже, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Просто мысль в том, что вот этот древний змей, он всю вселенную хочет обольстить, и тем более нас, людей. Но мысль такая, что это прельщение приходит также через людей, понимаете, вот здесь, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. То есть, вот это прельщение, оно приходит также через других людей, которые, наверное, заражены вот этим духом, да. То есть, для меня это большое предупреждение держаться Слово Божие, знать истину, и когда какой-то лжепророк говорит, многие принимают вид Ангела Света, все-таки верно видеть, где истина, чтобы не прельститься, как Христос учит. Очень хорошо, друзья, я хотел, чтобы мы тоже действительно на это обратили серьезное внимание, потому что посмотрите, во-первых, посмотрите само Слово, обольщающий, да, знаете, очень удивительный, так скажем, корень этого Слова, лесть, да, обратите тоже внимание, с этим Словом, да, есть такие вещи, как прелесть, да, и мы это говорим, как нечто очень хорошее, такое приятное, да, прелесть, какая красота, там, еще что-то такое, да, и слово прельщать, оно тоже из этого исходит, оно в том же самом, будем так говорить, той же категории, там же находится. Я просто, друзья, на что хотел обратить наше особое внимание, да, мы должны очень ясно понимать, что есть вот такая фундаментальная разница между тем, что слово Божие называет ложь, открытая неправда, да, и обольщение. Это же огромная разница. Я как-то помню, мы уже, по-моему, не так давно даже на разборе об этом говорили, да, посмотрите, вот, например, я думаю, вот такой яркий пример, я не раз его уже приводил, чисто связано с нами финансовом, да, мира, обмануть, ну, пришел человек, попросил у тебя занять деньги и не отдал, обман, правильно, да, уже второй раз ты будешь думать, давать или не давать, ну, дал второй раз, ну, третий раз уже серьезнее будешь думать, да, открытый обман, взял и не отдал, но посмотрите обольщение, вы знакомы со всеми пирамидами, да, дай, говорит, менее деньги, я тебе через, не знаю, сколько там, через несколько месяцев в два раза больше верну, да, значит, вот, вот все, вот бери, вкладывай все, и что происходит, человек, который поверил этому, это не просто, что он дает ему жалко, да, он не просто дает деньги, он еще идет вокруг, находит, занимает у людей, других на это агитирует, пытается больше найти, вкладывай, да, он это делает с радостью, он это делает с таком, знаете, что это чуть ли не самое лучшее, что в его жизни могло произойти, да, в конечном итоге тот же обман, но какая разница большая, или к человеку подойти и просто обмануть, да, или прельстить человека, так вот, обратите внимание, друзья, Писание нам говорит о действии сатаны неоднократно, именно с вот этой позиции, что он будет обольщать, посмотрите, тоже очень важное место, когда во втором послании Фессалоникийца нам, опять-таки, апостол Павел говорит именно о пришествии Господа нашем, собрании к нему и так дальше, вторая глава, и посмотрите, он говорит, что да не обольстит вас никто, кому он обращается, вот сегодня брат говорил первую проповедь, да, о том, что когда Павел говорит, что послание Тимофея 3 глава, да, говорит, что имеющий вид благочестия, не о мире же говорится, да, там вид благочестия никому не нужен, да, а церкви, посмотрите, он говорит, да не обольстит вас, опять, никто никогда, говорит, не придет этот день, пока не откроется человек греха, не будет пришествия, пока не произойдет все это, да, он говорит, я вам говорил это, но посмотрите, он дальше говорит, говорит, тогда откроется беззаконие, которого Господь убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны, вот то, что мы говорили, это сам зверь, да, который будет иметь вот это действие от сатаны, будет со всякой силой, знамениями, чудесами ложными, будут на самом деле совершаться чудеса, мы будем вот сейчас там читать, огонь с неба сводить, да, и посмотрите, со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, за сие пошлет им Бог действие, и опять то же слово, заблуждение, так что они будут верить лжи, и вот уже кто из братьев читал, да, 24 глава Матфея, где нам прямо говорится, «Берегитесь, чтобы кто не прелестил кого?» Нас, чтобы кто не прелестил вас, это говорится о нас. Поэтому, друзья, знаете, Писание нам говорит очень много о духе обольщения, о заблуждениях, которые практически будут в последнее время больше и больше и больше проникать именно в церковь, да? Почему нам Писание говорит, что Господь найдет ли веру на земле, да? То есть, вот именно будет вот такое сильное действие, да? Вопрос, да? Да. Вот. Вы, друзья, действительно, на это должны обращать очень серьезное внимание. Сегодня вот брат в проповеди говорил, да? Такие обыкновенные вещи. А что тут такого? Такая музыка в церкви. Ну, а что тут такого? Ну, вроде бы слова о Христе там или еще что-то, да? Мне понравилось, когда у нас вот года полтора-два назад, да, когда Виктор Васильевич Лагвиненко был, то он открыто, да, очень говорил, что говорит, в основном все разложение церкви в плане отступления от истины начинает заезжать, как? Через музыку. Помните, да, он и на съезде говорил, и у нас был, когда в церкви тоже говорил об этом, да, приводил много примеров, и Священного Писания показывал. Это совершенно не безобидно. Совершенно не безобидно. Люди начинают поддаваться вот какому-то заблуждению, да, принимать это. Начинают на другие вещи смотреть очень спокойно. Начинаются какие-то извращения Писания, какие-то догмы новые вводятся, еще что-то, да. И все это, друзья, приведет к тому, что когда придет непосредственно вот это действие сатаны в открытой форме, эти люди не смогут ни различить, ни устоять. Не будет этого. Потому что они уже, как Писание говорит, подвержены. Они подвержены. Знаете, друзья, вот хотел бы просто обратить наше вот внимание на то, что, ну, насколько это опасно, насколько мы должны быть осторожны. Мы не можем на все эти вещи закрывать глаза и смиряться с этим и смотреть как-то, знаете, сквозь пальцы, так, ну что, ну, вроде бы, вот все же верующие, все это, да. Понятно, то, что мы с вами называем церковь, мы включаем туда и православных, и все. Есть же, мы же не можем это опровергнуть. Есть возрожденные, которые ищут Бога всем сердцем, и Господь с ними работает и так дальше, да. Мы не можем, но с другой стороны, мы должны быть очень осторожны, видя все вот такое вот происходящее. Какие у нас еще мысли есть по этому поводу, пожалуйста, друзья? Или вопросы? Хорошо, давайте так, посмотрим еще, вот мы смотрим этот девятый стих, да. «Незвержен был великий дракон, древний змей». Почему древний змей? Пожалуйста, пожалуйста. Громче. Еще в Едеме говорил змей. Помните, да, об этом? Почему он назван древним? Посмотрите дальше. Называемый дьяволом. Что такое дьявол, друзья? Само значение слова. Почему он иногда назван дьяволом, иногда назван сатаной, иногда назван змеем в разных местах. Вот, да. Что само по себе обозначает вот это слово, когда мы говорим, что это дьявол? На Писании говорит здесь дьявол. Что именно это обозначает? Дьявол. Хорошо, а что такое слово сатана? Посмотрите, друзья, дьявол. Если посмотреть, как, ну, такой, скажем, общий перевод, то это обвинитель. Прокурор, обвинитель. Если посмотреть его, просто дословный перевод этого слова, да, то убирающий честь, славу, сдирающий, снимающий честь и славу, да. То есть, вот кто есть дьявол. Сама суть этого слова, да, тот, который снимает славу, тот, который в буквальном смысле как обвинитель, да. А вы знаете, друзья, такой вопрос, то, что делает дьявол, вот здесь мы уже читали это место, да, в 10 стихе, что он клевещет пред Богом в день и ночь. Правда он говорит или ложь? Вот он находится перед Богом, да, нам Писание говорит, и он клевещет. Ну, это же духовный мир. Это же не то, что мы можем друг от друга скрыть что-то, правильно, да? В духовном мире этого же нет, да. То, что произошло, все, дьяволу уже известно, что сказано и так дальше, да. Нигде не написано в Слове Божьем, что он может знать наши мысли, он может посылать мысли, да. Зачем ты вложил Сатане вложить мысль, говорит апостол Петр Анани. Но нигде нам не написано, чтобы Сатана может читать наши мысли. Бог нам показан. А помните, Давид еще своему сыну Соломону, говорит, 28 главе 1 парламенон, он говорит, он говорит, знает что? Движение мыслей, да. Господь знает наши мысли. О дьяволе нигде не написано. Но слова и дела, ну, это известно. Теперь он стоит перед Богом, да, и он говорит, что он говорит? Придумывает что-то о наших грехах, о всех наших, как мы их не называем, да, ошибка, слабость, как мы еще хотим всегда наши эти все вещи прикрыть, да, характер, еще что-то, да. Писание все это называет одним словом. Грех. Что удивительно, дьявол, когда находится перед Господом, да, его само слово, само имя, которое Писание определяет, да, говорит, что он дьявол, значит, обвинитель. И он говорит правду. Он говорит правду. В чем, друзья, суть? Почему, так, если можно выразиться, да, то, что он говорит, оно показано в таком отвратительном, негативном свете, если он говорит правду? Правду говорить, это же хорошо, но почему нет? Если это правда. Вот посмотрите, друзья, он говорит правду. В духовном мире там не обманешь. Там не обманешь, да? Ну, что он делает? Вот, знаете, друзья, я вот хотел обратить наше внимание, вот помните, когда Христос находится на вечере со своими учениками, и он впервые с ними открыто начинает беседу о Духе Святом. Мы об этом читаем в начале 13, но больше 14, 15, 16 глава Иоанна, да? И он открыто говорит с ними о Духе Святом. Каждый раз, когда он говорит о Духе Святом, двумя именами он его называет. Помните, как? Дух Утешителя, пошлет Утешителя, и дальше Дух Истины. Он его везде называет Дух Истины, да? Но вы знаете, друзья, тоже вот, когда взять, посмотреть Священное Писание, мы находим удивительные события, которые так вот, знаете, если посмотреть прямо, они, когда задают нам вопросы, да, они часто не вкладываются у нас. Ну, взять такую, например, историю, как Раав, она укрыла двоих соглядатаев. Помните, да, когда они пришли в Иерихон? И за то, что она сделала, она стала прародительницей Иисуса Христа, вошла в родословие, да? Такое великое Господь с ней сделал. Но когда к ней посылает царь Иерихона людей, сказать, у тебя, говорят, эти люди выдай, да? Что она им говорит? Она им правду говорит? Она им говорит неправду. Как часто люди задают вопрос, да, вот, я помню как-то мнение, один раз, когда особенно с евреями приходилось беседовать, да, то они вот о том, что сколько их погибло во время Второй Вировой войны, и вот, вот христиане, они же, говорит, обманывать не могли, они говорили правду, где прячутся евреи, там, или еще что-то, да? И они это с таким огорчением, да, говорят, и, говорит, они прикрывались Богом, говорили, да, вот в этом доме живут евреи, там, когда их задавали. Не то, что они сдавали, да, но если задавали вопрос, они же говорят, мы обмануть не можем. И стоит такой вопрос, если я завтра стану в такой позиции, я скажу? Если я знаю, что человеку от этого будет зло, может быть, смерть, да? Или я промолчу, или как повести? Как повести? Посмотрите, другой момент. Даже сам Господь говорит Самуил, он говорит, пойди, говорит, помажь другого, иди в дом Иисея, говорит, я усмотрел себя, говорит, мужа по сердцу своему, говорит, помажь его. А Самуил отвечает Богу и говорит, как я пойду, Саул меня убьет. Помните, да, это? Что ему отвечает Господь? Кто помнит? Иди, говорит, соверши и приди туда для жертвоприношения. И он пришел для жертвоприношения. Он совершил жертву? Да, он совершил. Как бы обмана не было, но давайте так скажем, он пришел туда, цель его прихода, для жертвоприношения или для чего-то другого? Для совершенно другого. И мы говорим, ну как же вот эти вот вещи? Как? Вы знаете, друзья, я вот просто хотел обратить наше внимание внимание на то, что, знаете, когда Господь говорит о Духе Святом, как о Духе Истины, да, то Он открывает в нем не просто сказать правду, конечно, правду, да, но именно, знаете, подлинное, доброе, настоящее воплощение, воплощение сердца Бога. У дьявола совсем другое, хотя в кавычках Он тоже говорит правду, но это правда на зло, это правда на уничтожение, это правда, чтобы любого человека просто-напросто убрать от Бога, от Его присутствия, не дать Ему права даже приблизиться к Богу, просто не дать даже возможности на это. Хотя, вроде правильно, да, помните, как Иоанн говорит, когда мы читаем первое послание Иоанна, вторую главу, да, Он говорит, пишу вам, братья, чтобы вы не согрешали, а дальше что? Громче. А если кто и согрешит, такое происходит в жизни верующих? Очень много. И посмотрите, Он нас не ставит безвыходным положением, да, Он говорит, помните, что есть, говорит тот, который ходатай, так скажем, защитник, да, в послании евреям апостол Павел об этом говорит дважды, в третьей главе, в седьмой главе, да, он описывает, вот именно представляет его как первосвященника, ходатая за нас, да, посмотрите, друзья, вот в чем открыта именно вот эта разница, да, то, что кто есть дьявол, да, и что есть на самом деле истина. Та истина, которая от Бога, которая в духе Его, да, которая к созиданию, которая к тому, чтобы действительно принести человеку примирение с Богом, да, восстановить. И вот мы с вами говорили, то, что само по себе даже слово, о котором вот нам Писание говорит, дьявол, да, он обвинитель, который просто срывает, убирает честь. И первое, самое такое основное, где мы видим его действия, да, как вот именно снимающий честь, это самое яркое, где мы видим, друзья, на какой личности это проявлялось больше всего? На Иисусе Христе. Вот посмотрите, он идет, да, и мы видим, что все, что пытается делать, вот иудеи, израильский народ, это все, да, вот в чем суть все, что они говорят о нем, в чем суть? Дискредитировать его. Ну, не так ли? Может ли, что доброе быть откуда? Из Галилеи, из Назарета, да, или еще другое, да, он говорит, когда, говорит, придет Христос, говорит, мы знаем, что он, говорит, придет откуда? Из Вифлеема, а этот, говорит, да, ты просто вникни немножко, да, и ты увидишь, что он все-таки родился где? В Вифлееме, да? Но они его так, понаслышке знают, что он из Назарета, правильно, да? Он говорит, да, Христос придет. Мы знаем. Помните, что Христос говорит в самой восьмой главе Евангелия Иоанна, он говорит, я, говорит, чту отца, а вы, что делаете? Бесчестите меня. Сама суть всего того, что делал вот израильский народ по отношению к Иисусу Христу, да, вот мы читаем восьмая глава, сорок девятый стих, да, он говорит, вы бесчестите меня, срываете с меня честь, славу, которую я имею, кто я есть, и так дальше, да? То есть, посмотрите, друзья, как никто другой, вот именно вот эту деятельность сатана, да, проявил по отношению к Иисусу Христу. Он всеми силами пытался дискредитировать его, пытался убрать все, вот даже все, что он совершал, и так дальше, даже такие совершают чудеса и знамения, они что говорят? Делает силы Вильзеула, князя Бесовского, да? То есть, даже такие вещи, и то они пытаются перевернуть вот именно в таком виде, да? Вот это сама суть того, что мы видим, что делает дьявол, называющийся или называемый дьяволом. Что такое сатана? Что обозначает слово сатана? Громче. Противник. Само слово, да, это противящийся. То есть, опять-таки, да, мы видим противник, противящийся, и так дальше, да? И вот посмотрите, друзья, нам Писание говорит, что говорит, он действует в сынах каких? Противление. Что люди будут противиться чему? Истинно. Принимать не будут, да? Почему? Вы знаете, друзья, я так хочу тоже сказать. Вот замечали ли вы о том, что, ну так будем говорить, вот не какая-то там, скажем, завуалированная или еще что-то, да, а открытая проповедь. Ну даже взять, ну так будем говорить в наших церквах. Уж не говоря о том, что где-то в мире там или еще что-то, да? Приезжает какой-то брат, мы видим, что действительно в духе, да, говорит Слово Божие, все. Обязательно находятся люди, которые просто в возмущении, да? Прямо такое противление идет. Думаешь, подожди, чем это вызвано? Да? Подавляющее большинство на коленях плачет, все, да? Кто-то с таким возмущением готов кричать и все, что это такое, да, или еще. А что, по сути дела, было сделано или сказано? Или тебе какое причинено зло? Ну так будем говорить, да? Почему это происходит? Противление. Вот это и есть действие того, что Писание говорит сатане, противящийся, да? Говори то, что действительно вот истинные слова, которые сокрушают человека, да, которые приводят человека в состояние перед Богом, знаете, вот такого смягчения сердца, да, когда человек хочет плакать, каяться или еще что-то, да? Обязательно, обязательно происходит какое-то противодействие, да? Я припоминаю, знаете, вот даже недавно, вот буквально вчера от нас тоже был в гостях, уехал брат Василий Сазыкин из Молдавии, и вот позволил Господь, не помню уже, сколько раз ездили, проводили там евангелизации, молодежные конференции, большие, да, покаяний, столько много было, ну вот интересно, мы с ним как раз сидели, разговаривали. Он говорит, ну как удивительно, ни одного такого вот сильного мероприятия не прошло без того, что было сильнейшее противление, сильнейшее противление, да? Доходило даже, я помню, на одном мы были, да, так вообще просто подскочил человек, как давай, знаете, кто вам дал право, мы с Петром Фавловичем были, кто вам дал право приехать с Америки, кает людей, да, тут люди, все это, знаете, такое противление, просто страшнейшее, да, идет, казалось бы, тебе что до того, да, как бы, ну что оно тебе, какая разница, там, с Америки, с Африки, с Мексики, какая разница, да, страшное противление, и вот знаете, друзья, Писание нам об этом предупреждает, и говорит об этом очень и очень серьезно, да, что именно вот такое противление, оно будет больше, и больше, и больше набирать, да, противящихся истине, которые не будут принимать. Пожалуйста, какие у нас еще мысли, вопросы, друзья? Да, брат Андрей. У меня вспомнился пример про семей и Давида, вот, семей также, честь сорвал с Давида, и начал злословить его, уходи, уходи, убийца и беззаконник, а Давид в ответ говорит, «Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». Противник не видит наше покаяние, он это не считает. Давид покаялся в слезах, хотя, понятно, и он знает свои грехи, и в псалмах мы видим, но клеветник, он, и на это и есть клеветник, что он все плохое выставляет в свете и не видит то, что Господь простил. Это первое. Вторая мысль, хотелось бы ободрить всех нас, той мысль, что, там, в Отковении читали, «неизвержен клеветник, клеветавший день и ночь». И вопрос, почему же Господь позволил вот так долго клеветать? Ну, вот здесь тоже семей клеветал, а Давид говорит, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. И как бы уходит, как бы унижается. Хотя в конце, в конце жизни он говорит и уже Соломону, что он злословил меня тяжким злословием, и ты это, ну, ты мудрый человек, знаешь, что с ним сделать. То есть, возмездие будет. Просто может нам, христианам, которые иногда терпят, и опять же, от Сатана действует не просто где-то абстрактно, а через других. Кто-то противится, кто-то злые слова сыпет, но быть похожим на Давида. Господь все видит. Даже если кто-то говорит плохое, склонится на колени, смирится, и Господь все в свое время воздаст каждому. Между прочим, друзья, тоже удивительный пример, да, по сути дела, семей, когда говорил за Давида убийца, все, он правду говорил? Конечно, говорил правду. Давид совершил убийство? Совершил. Муж Версавии? Да, и даже больше того, помните, когда Давид очень, так будем говорить, ну, взмолился Богу, пришел какой-то страх, да, когда он услышал, что на стороне Авесолома оказался кто? Ахитофел, да, мудрейший человек, написано, принимали и слушали его слова, как если бы кто вопрошал Бога, да, как вот от Бога все, да, и интересно, почему Ахитофел оказался на стороне Авесолома, а не Давида, почему? Кто помнит? Он был дядя Версави. Понимаете, да, по родственной линии прошло сколько времени, вроде бы все утряслось, да, казалось, он вот с Давидом и все, и все, и все, но предоставилась возможность отомстить как-то, да, и он стал именно на эту сторону, да, вроде бы, в кавычках, за какую-то правду, правильно, да, а куда оно все это привело? И тоже другой вот момент, как раз мы говорили об истине, да, вот я сейчас не могу только припомнить, Давид взял и попросил его другого друга Авиафар или кто, чтобы он пошел и был советником Ави Солун. Хуси, Хуси, правильно, попросил Хуси, а ты, пойди, да, и вот, друзья, тоже интересно, Хуси дает совет, а Хитофел дает совет, говорит, идем, идем быстрее, говорит, сейчас мы, говорит, в поле его нагоним, да, Хуси говорит, не, не, подожди, пускай, говорит, они уйдут, говорит, к тебе больше соберется сейчас еще людей, говорит, мы наберем, говорит, больше армию, силу, говорит, потом выступим, все такое, да, все. Хусей понимал, что он говорит? Конечно, понимал. Чего хотел Хусей? Чего хотел? он понимал, Давиду надо время, Давиду надо, он ушел из Иерусалима, как? Босиком даже, да, ему надо время, чтобы люди собрались, чтобы сформировать все это, да, и так дальше, он это прекрасно понимал. И посмотрите, друзья, опять, а где истина? Ухусия или Охитофела? Вот, уже прошло время, мы сейчас смотрим назад, но ни у кого же у нас сомнения нет, что у Хуси, Хусий поступал по-божески, под действием от Бога и так дальше, да, мы на это смотрим, говорим, ну как же это все сложить, да, где вот именно сама вот эта божественная истина, да, которая стоит за народ, за добро, за то, чтобы божественное было, да, а не просто что-то человеческое или еще что-то, да, удивительные мы находим примеры в Священном Писании, которое открывает нам вот именно вот это действие самого, что Писание говорит, Духа истины, настоящего, подлинного, неподдельного, божественного, да, и люди этого мира эти вещи различать совершенно не могут, зачастую и в церкви, да, но Господь вот как раз таки призывает именно к этому. Дальше, друзья, какие у нас еще есть мысли по девятому стиху, да, написано, обольщающий всю вселенную, мы об этом уже говорили, тоже, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Девятый стих, у нас есть какие-то еще мысли, вопросы, рассуждения? Что, давайте идем дальше, десятое стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братья наших, клеветайший на них пред Богом нашим, день и ночь». Какие у нас мысли или вопросы по этому стиху? Хорошо, друзья, давайте я так, задам такой вопрос. Смотрите, громкий голос он слышит. «Ныне». Слово «ныне» что значит? «Теперь», «сейчас». «Сейчас» настало спасение, сила, власть. Почему? Почему сейчас настало спасение, сила, власть, царство? Почему? Потому что дьявол свержен от престола, от присутствия Божия. Но вопрос стоит. А сейчас спасение, сила, власть есть у Бога? Почему только теперь? У Бога есть определенные времена, но сейчас как рассматривается сила, честь, слава, царство. Оно же есть? Господь прямо говорит, помните, перед Пилатом стоит, Он говорит, «Ты, — говорит, — царь иудейский, а Он что ему отвечает? Я, — говорит, — на то пришел и родился». Помните, да? И Он дальше говорит, «Царство мое не от мира сего». Говорит, «Если бы оно было от мира, то, — говорит, — они бы за Меня подвязались». Помните, да? Мы читаем 18 глава Иоанна. Христос прямо заявляет, что царство Его, сила Его. Нам Писание много об этом говорит, не будем сейчас все эти места. Пожалуйста, брат Михаил. Когда Христос воскрес, Он сказал, «А, где твоя победа?» Христос победил это все, а до сих пор оно действовало по-видимому. Христос победил, да. Но вот смотрите, друзья, только здесь мы видим, когда нам говорится именно об этом. Почему так? То, что Христос победил, я уверен, у нас ни у кого сомнения нету, что Он победитель уже сегодня, сейчас уже, да. И помните, как Иоанн говорит? Тот говорит, «Который вас, что? Больше». «Не бойся, Христос, — говорит, малое стадо, да». Посмотрите, друзья, Он сегодня действительно уже победитель. Почему нам здесь говорится ныне? Я просто, друзья, знаете, хотел... Есть когда мысли какие-то? Я просто, друзья, хотел, знаете, чтобы мы обратили внимание на то, что вот мы, как люди, живя здесь на земле, да, мы сталкиваемся с вот этой дилеммой, с вот этой трудностью, когда мы ясно осознаем силу Божию его победу. И мы сталкиваемся с ситуациями, когда как будто бы не работает. Так или нет? Самые простые вещи. Заболел, трагедия случилась, несчастье, еще что-то. Мы же молимся. Давайте я по-другому даже скажу. Писание говорит, апостол Павел Ефесянам говорит, и вы, вот искупленные кровью Иисуса Христа, уже посажены с Ним где? Вы где сидите? А мы сидимся здесь еще? А нам Писание говорит, уже посажены с Ним на небесах. Я просто, друзья, хотел показать одну такую очень важную деталь, которая нам вот здесь тоже приоткрыта. на Писании говорит, что мы спасены в надежде. Много есть вещей, которые мы, как христиане, сталкиваемся с таким напряжением между уже и еще нет. Мы уже оправданы, но мы согрешаем. Мы уже имеем жизнь. вечную. Христос заявляет, верующие в Меня, помните, 11 главы, не умрет. Мы верим в Него, но мы умираем. Да? Посмотрите, об этом, как удивительно говорит апостол Павел в послании римлянам. Посмотрите, мы читаем в 8 главе удивительные слова, когда он говорит с 19 стиха, «Ибо тварь», он говорит о всем творении, «с надеждою ожидает откровения Сыну Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, не по воле, покорившего его в надежде, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих, ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стинаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спашены в надежде». Посмотрите, вот это напряжение между тем, что мы уже имеем, а оно еще не совершилось до конца. И для нас часто встает вопрос, вот особенно, когда в переживаниях невольно стоит вопрос, ну как же все это соединить, как оно складывается все. И вот посмотрите, в этом месте, да, в 10 стихе, нам тоже открыто удивительное развитие, какая-то поэтапность, если так можно выразиться, да, ну если можно так сказать, полного раскрытия силы Царствия Божия. Понимаете, да? Мы понимаем, что уже у него спасение, уже сила, уже есть Царствие Божие, уже власть у Христа, да? Но мы видим, что она переходит на какой-то новый уровень, на какой-то высший этап в определенное какое-то время, да? И не только это, а нам Писание говорит, что все будет покорено, но написано не в настоящем, да, а в будущем. Все это будет. То есть, оно по каким-то Божьим планам, до конца это нам неизвестно, да, но идет вот таким. И мы должны вот именно, как нам Писание говорит, да, в терпении, с надеждой, да, идти тоже вот таким вот путем. И вот здесь она тоже нам показана, вот именно вот эта деталь. Какие у нас мысли есть по десятому стиху? Пожалуйста, брат Сергей. В том же самом Рюльнином, вот я читал сейчас восьмая глава, та же самая, и с 31 стиха там говорится именно тоже об этом месте, именно о десятом стихе. Тут говорится, что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Он говорит о будущем, опять же. Тот, который Сына Свою не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Он говорит о будущем времени. Как бы риторический вопрос задает. Бог оправдывает их. Такое время придет, когда Бог будет уже оправдывать, уже нет обвинения. Дальше он говорит, кто осуждает? Опять же, об этом же обвинителе говорится. Христос Иисус умер, Он и воскрес, Он и одеснует Бога, Он и ходатайствует за нас. Как бы это имеется ввиду, что в то время уже, когда вот настанет полная сила, Иисус уже будет в полной силе просто ходатайствовать за своих. Уже не будет обвинения полного. Аминь. Какие у нас еще мысли, друзья? Хорошо, давайте пойдем дальше. 11 стих, ну, конец 10 стиха. Посмотрите, низвержен клеветник братьев, который клевещет на них день и ночь. Они, то есть братья наши, они победили его, кого его? Клеветника, дьявола, да? Они победили его. Каким образом? Как можно победить дьявола? Посмотрите, он говорит, они победили его кровью акцем, словом свидетельства и тем, что не возлюбили души своей даже до смерти. три, если так можно выразиться, оружия, которое нам показывает Писание, как братья могли победить клеветника. Три вида оружия, да? Первое, они, говорит, победили его кровью акца. Что это значит, друзья? Победить кровью акца. О чем идет конкретно речь? Пожалуйста, только давайте так, кто имеет сказать, поднимите руки. Это очень важно, друзья. Мы должны, давайте так, просто для нас, мы с вами постоянно встречаемся с какими-то битвами духовными, тогда, когда мы действительно где-то не выдерживаем, тогда где-то мы терпим урон, когда где-то согрешаем, когда где-то в чем-то не устояли, да? И мы, имея поражение, мы ищем ответов, да? Понятно, мы каемся, обращаемся к Господу, все, да? Но мы ищем того, чтобы иметь силу. Кто с этим не сталкивался? Кто не сталкивался с тем, что какой-то один и тот же грех повторяется несколько раз в нашей жизни? И мы имеем с этим определенную какую-то борьбу и пытаемся противостать этому? Прямой вопрос. Нам написано, говорится, они победили кровью акца. Что это такое? Пожалуйста, микрофон. Первая она, первая глава. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть, клеветник, дьявол, он как раз, как и говорили, что он клевещет на то, что мы сделали, то, что мы, может, сказали, согрешили перед Богом. Но если мы исповедовали грехи и кровь Иисуса Христа умыла нас, очистила нас, то мы уже прощены опять. А он продолжает клеветать. Поэтому и в этом и победа в крови Иисуса Христа. Ну хорошо, друзья, я это понимаю. Ну как, вот то, что мы приходим на вечерю и взяли глоток вина, некоторые динаминации взять православную, они прямо так и учат, что оно превращается в кровь. И вот, значит, человек употребляет как бы кровь самого Иисуса. И до этого люди доходят, говорят и такие вещи. Что значит кровь? Вернее, взять и победить кровью. Как кровью? Верой. Вот это твердая вера в очищение, в силу крови Иисуса Христа. Друзья, это самое-самое основательное, фундаментальное. Люди ищут выхода из своих проблем во всем, что угодно. В какой-то психологии, в каких-то учениях, людях, еще там какую-то поддержку ищет и так дальше, и так дальше, ничего это не работает. Некоторые, знаете, учат даже в кавычках христианские силу позитивного мышления. Я помню, был такой Рабет Шулер, может быть, кто слыхал, Кристал Кафедра в Калифорнии где-то. Я помню, в свое время, сколько там это же было огромнейшая церковь, там десятки тысяч. Все, что он проповедовал, это силу позитивного мышления, что ты, помышляя о добром, вот можешь победить в себе мысли какие-то там и так дальше, ты можешь победить какие-то твои дурные привычки там и так дальше, и так дальше, да, вот просто вот думай позитивно, думай хорошо, да? Разве это сработает? Да, нам Писание говорит, помышляйте о горнем, а не о земном, да, и вы не будете исполнять. Но разве сила позитивного мышления может изменить человека? Разве в этом противостояние? Посмотрите, друзья, вот самое основное, да, это вера в силу вот жертвы Христа, да, в пролитую кровь, в очищение. Это, друзья, действительно очень и очень серьезно. Я думаю, что каждый из нас в своей жизни, особенно находясь в переживаниях, невольно задается вопросом. А прощены ли мои грехи? Все ли прощены? Почему люди, которые мы видим в Писании, находясь в больших переживаниях, Иов, находясь в таком тяжелом переживании, он что говорит Богу? Ты, говорит, припоминаешь, что? Грехи юности моей. Давид, находясь в сильнейшем терзании, да, в Салмах, он говорит, не вспоминай грехов юности. Друзья, это то, с чем каждый, который будет проходить через трудности в своей жизни, станет обязательно. Тот, который будет иметь борьбу определенную, он станет перед этими вопросами. Это будет. Я верю, у каждого верующего человека будет. И на Писании говорит победа. вот эта твердая, непоколебимая вера, кровь Иисуса Христа, она очищает от всякого греха без исключения. И в это должна быть могущая, твердая вера. К сожалению, мы как бы верим, но когда начинаешь где-то в трудных ситуациях разговаривать с людьми, большие проблемы где-то сходят с этим, нам Писание говорит, откуда это? Он клеветник. Он будет говорить, он будет работать в сознании нашем, как перед Богом, так и с человеком, да, как можно это преодолеть. Вот именно это Писание нам прямо четко говорит, кровью Агнца. Кровью Агнца. Смотрите, и нам опять-таки можно много-много мест говорить. Апостол Павел Ефесянам первой главе говорит, в котором в Иисусе, да, мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам. Посмотрите, какие слова мощные. Это же просто основа, фундамент, камень, да, Он говорит, имеем искупление, прощение, благодать Его, как? в Его крови, в жертве Его. Вот это основа. Посмотрите, дальше Он говорит, не только это, они победили Его словом свидетельства. Почему так? Как можно победить сатану искушения, нападки словом свидетельства? Пожалуйста, братья, сестры, почему так? Можно ли иметь победу без этого? Можно же себе потихонечку верить, да и все? Я же думаю, мы все же понимаем, слово свидетельство, да, это не самому себе свидетельство, правильно, да? Речь же немножко о другом идет, да? Я думаю, мы понимаем, о чем идет речь. Пожалуйста, немножко, да, микрофон. Тримлянам 10 глава написано, ибо если устами ты им будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем ты им веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ну, я думаю, что это просто необходимо нам, если мы действительно веруем, то мы будем это исповедовать устами и людям окружающим. Друзья, очень правильно, да? Еще какие у нас мысли, почему именно так? Да, пожалуйста, брат Яков. Здесь важный момент есть, что свидетельство своего, не свидетельство Господа, свидетельство своего, они победили силой свидетельством своего, своего, то есть, я так понимаю, что когда человек грешил, он покаялся и он об этом засвидетельствовал, он засвидетельствовал это перед Богом и он засвидетельствовал перед своими братьями и сестрами и сатана был побежден этим, потому что было свидетельство, что я больше не грешу или что я омыт кровью Иисуса Христа, это есть свидетельство, я так думаю. свидетельство своего, то есть, я должен свидетельствовать, какие еще у нас друзья мысли. Свидетельство, что мы другие, принадлежим у нас другой хозяин и так дальше. Вы знаете, друзья, вот посмотрите, апостол Павел Тимофеев говорит в первом послании, в шестой главе в заключении, он говорит, подвязайся добрым подвигам веры, держись в вечной жизни, которой ты и призван и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. То, что мы делаем при крещении, то, что мы делаем в своей жизни. Посмотрите, тоже апостол Павел говорит в втором послании Коринфянам, он говорит в 13 стихе, говорит, имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил. И мы веруем, потому и говорим. Знаете, друзья, я хотел бы просто обратить наше внимание на то, что нам Писание говорит. В кавычках быть просто верующим, прийти на собрание и уйти. это не жизнь победы. Победы не будет. Не будет победы. С другой стороны, Писание много, сейчас уже время заканчивается, мы не будем об этом говорить, много показывает о том, что чем больше человек выходит именно на вот это поле брани, когда он действительно говорит, беседует, свидетельствует и так дальше, и так дальше, тем больше он встречает в своей жизни сопротивление, трудности и так дальше. Писание очень открыто об этом говорит. Но, друзья, победа именно над сатаной, дьяволом, змеем и так дальше происходит так. Если человек просто живет, ну, в кавычках, так будем говорить, христианской потребительской жизнью, я вот пришел, вот мне сказали, я побыл, ушел, все, да, но нету отдачи, нету жизни, нету труда, нету работы, нету то, чтобы другим, ну, так будем говорить, передавать то, что у тебя есть, да, это и в русской школе, и в воскресной школе, это на работе, это разное все, что мы делаем, да, какие-то вот труд с теми же самыми детьми, с подростками и все, что, да, если человек не делает, друзья, победы в его жизни не будет. Вы знаете, друзья, очень интересно тоже, когда мы рассматриваем Писание, да, то помните, нам в 12 главе Иоанна нам говорится в 42 стихе, что многие из начальников тоже уверовали, да, но что? Не исповедовать. И помните, что Христос дальше говорит? Кто говорит, постыдится меня, того постыжусь. В заключение мы не пойдем уже сегодня дальше, последнюю часть не возлюбили души своей, потому что уже время, но я просто расскажу, друзья, у нас как-то в церкви, если кто может еще помнит, как-то был у нас, нам его привезли в гости, я как сейчас помню, из Вайланда, с какой-то церкви, практически прямо на собрание привезли вот брата из Израиля, все это, ну и мы стали перед такой дилеммой, он привели к нам и в братской его, а он вот, знаете, все вот это, как вот ортодоксальные иудеи, и в шапке, все, ну мы поговорили, да, я вот, говорит, вот исповедую Христа, я жена, там все такое, вот, ну у нас немножко вопрос, если кто помнит, братья, стал о том, что мы ему говорим, ну ты должен снять шапку, когда на кафедру, нет, я на кафедру, все, ну и у нас такая была немножко дилемма, я помню, потом ко мне после собрания многие подходили, в общем-то он у нас проповедовал в этой своей шапке, было у нас в нашей церкви такое дело уже, как-то мы стали перед вопросом, но потом после этого мы, ну надо было как-то покормить его, хотя тоже ничего не получилось, оказывается он настолько ортодоксальный, он вытащил свои сухарики, мы привели его в ресторан покушать, и он вытащил сухарики, попросил пластмассовую тарелочку, потому что другая не кошерная, все, да, и мы сидим кушаем, а он вот свои сухарики там, и все, и не получилось, да, но я другое хотел сказать, да, мы с ним стали разговаривать, кто он, что, где в Израиле, да, он оказывается в Иерусалиме, декан одной раввинской школы, и мы стали вот сидим, стали задавать вопросы, а как может быть, если вы исповедуете Христа, и так дальше, и все, да, и он так и заявляет, я говорю, тайный ученик Христа, прямо так и заявляет, я говорю, тайный ученик, говорит, я думаю, что я таким образом принесу, говорит, пользу, я, говорит, в людях, где-то сею сомнения в студентах, чтобы они задумывались там, еще что-то, да, но вы знаете, друзья, Писание так не учит, Писание так не учит, да, Писание открыто, ясно, и прямо говорит, что победа происходит тогда, когда есть твердая вера в кровь Иисуса Христа, и когда есть жизнь, которая в себе и несет свидетельство. Мы на этом, друзья, закончим. Наше время истекло. Мы на следующий раз закончим последнюю часть этого стиха. что касается объявлений. Иисуса Христа